Будем разбирать все очаги, всем достанется. Два типа есть печей помпейских. Это тосканский тип, у которого высота равна радиусу, и неаполитанский. Паксимально укомплектован мангал, все по максимуму. Много вкладываем в него труда и много получаем доходов. Самое главное. Добрый день, с вами компания Печной Мир. Я Бахаев Максим. Сегодня мы поговорим с Александром Прохоровым. Александр приехал к нам с Кургана на третью конференцию печников Сибири. Расскажите немного о себе. Я в России с 1994 года, до этого был в Казахстане. Вообще-то родился в Оренбургской области. Вот с 1994 года я занимаюсь плотно печами, каминами, вот этой темой. Так, ясно. Если коротко, насколько сильно современные барбекю-комплексы отличаются от комплексов, построенных 10-20 лет назад? Ну, отличаются принципиально только новыми материалами. Сейчас появились, значит, кирпич ручной формовки, ригель-кирпич интересный. Ну, появились декоративные штукатурки. Это художественный бетон, архитектурный бетон. Ну, в общем-то, материалами. А классические очаги, они так и остались принципиально. То есть русская печь, она уже сотни лет русская печь. Мангал, он уже давно мангал. Тандыр, он... Ну, есть всевозможные сочетания, комбинации. Есть слияние очагов. Три в одном, я об этом буду говорить. Два, три, даже есть четыре в одном приборе. Вот это, наверное, тенденция объединения. То есть это многофункциональность получается, да, увеличивать? Да, в стесненных условиях стараемся сделать максимум полезного. Вот так. Понял, спасибо. Можно ли сказать, что при строительстве барбекю-комплексов у пищника больше пространства для новых идей, декоративных, инженерных, если сравнить с печами и каминами? Ну, разумеется. Разумеется, то есть барбекю-комплекс, вообще-то техзадание начинается с того, что сколько приборов. Доходит до пяти-шести приборов. В одном комплексе получается? В одном комплексе, да. Я вот буду представлять, например, там шесть очагов на одной площадке в одном комплексе. То есть там и зонты вытяжки, и мойки. Ну, это целая кухня. Это, в общем-то, большое поле для фантазии. И это зависит от того, какие пристрастия у заказчика и какие у нас возможности. То есть это общественное какое-то место или это частный дом? Нет, но мы говорим об индивидуальном строительстве. Мы рестораны, кафе не берем, общепит. Мы говорим о частности. То есть шесть очагов в частном доме для готовки пищи? Да. Комплекс состоит из шести очагов. Три зонта вытяжки, две мойки, шесть тысяч кирпичей в среднем ушло на этот комплекс. Ну, давайте по порядку пойдем. В середине камин, островной камин, он разделяет обеденную зону и кухонную зону. Это удобно. С одной стороны передается продукты сюда, и потом дальше на стол. Ну, здесь у него две ниши. Третья сквозная ниша под дрова. С обратной стороны ниши для посуды, для инвентаря. Вот мы видим встроенный казан. Гранитная столешница встроенный. Казан на 30 литров. Над ним принудительная вытяжка. Обратите внимание, дверцы мы с главного фасада перенесли в сторону. Как говорит заказчик, мы сберегли его иерогенные зоны. Здесь посредине находится горизонтальный тандыр. Ну, это идея Виктора Сычкова. С удовольствием, в общем-то, он меня проконсультировал. Мы уже несколько таких горизонтальных тандыров сделали. Отличается он принципиально от русской только тем, что у него бочкообразная горнила. А так практически русская печь. Вверху там закреплен в своде большой мощный крюк. Ну, в общем-то, та же почти русская печь. Справа мангал. Вот мы видим мангал. Видим генератор углей. Заказчик попросил ровный пот. И, в общем-то, у него много приспособлений. Разные рамочки, решетки, поставки. Попросил нарезать кирпичиков разного формата. И он, прежде чем готовить, выкладывает нужную высоту, нужную ширину, нужные габариты. То есть человек играет вот этими кубиками, прежде чем что-то приготовить. Зонт вытяжка по типу сэндвич. Двойной внутренний корпус из нержавейки. 40 миллиметров теплоизоляция. Ну, дальше мы идем. Здесь уже у нас варочная плита двухкомфорочная. Мы видим с этого ракурса коренная труба. Топочные дверочки поддувальные. Вот эта плита. И вот обратная сторона камина. Ну, это вид с другой позиции, другого ракурса. Мы видим опять камин, кухню, там еще раз мойка. Хочется два слова сказать о вентиляции. Вот в этом помещении мы прикидывали, если все очаги затопить, то порядка полутора тысяч кубов идет в час расход. Поэтому здесь сложнейшая и очень серьезная дорогая вентиляция. То есть электронные датчики отслеживают температурный режим, отслеживают влажностный режим. И что нам приятно, отслеживать давление. То есть стоит открыть любой очаг. То есть мы открываем, затапливаем, моментально включается приточка. Приточка включается подогретая. Я спускался в подвал, там целый завод по переработке воздуха. Очень серьезная вещь. И эту вещь надо нам требовать. Потому что мы часто сталкиваемся с проблемой, когда недостаточная приточка. Почему вы решили строить именно барбекю? То есть вы больше специализируетесь в барбекю? Нет. Нет, нет, нет. Любой мастер, ему выпадают любые объекты. Много каминов, сотни каминов уже. Много мангалов, много отдельно мангалов, так? Без комплекса. А комплексы тоже, они, есть спрос на них, вот мы и делаем. То есть мы и бани делаем, мы делаем и печи, и всевозможные печи. Поэтому здесь барбекю-комплекс просто может быть в одном месте надолго и на большую сумму. Это нам интересно. То есть нам интересно, когда мы задерживаемся на объекте, много вкладываем в него труда и много получаем доходов. Самое главное. Да, а печь там, там, там одна. То есть вот этот плюс, самый главный, наверное. Ясно. Какой самый необычный барбекю-комплекс вы строили? Ой, самый необычный. Ну вот последний недавно самый необычный попробовали из архитектурного бетона сделать. Это лепнина, это сказочные мотивы. Я опять же покажу эти картинки. Это в виде чучела, в виде там... Ну это сами его делать. Ну да, мы попробовали один раз и привлекли, конечно, туда и художников, и дизайнеров, и штукатуров, и маляров. Ну не знаю, из кирпича, конечно, привычнее и проще. Здесь, в общем-то, все ребята из кирпича в основном делают. Ну, интересно. Результат получился? То есть довольны клиентам? Посмотрите фотографии, конечно, получилось. Что нравится в профессии? Творчество. Творчество? То есть вы творческий человек? Творчество. Да, конечно. Ну потому что мы, понимаете, мы здесь начинаем проект. Сначала мы психологи, мы ведем переговоры с заказчиком. Я могу так подвести его, что он захочет русскую печь в комплекс. Я его так могу спровоцировать, что он захочет тандыр. Я начинаю. Здесь психология, это вообще первое дело. Потому что я начинаю с его приоритетов, вкусовых, во-первых. Если он любит восточную кухню, значит ему надо предложить тандыр восточный. Если он среднеазиатскую кухню любит, значит ему надо помпейскую печь для пиццы предложить. Если он русскую любит, значит тебе русскую печь и в горшочке будешь готовить. Я его подвожу. Это, во-первых, мы с очагами определяемся. Потом я его подвожу с отделкой, что ему нравится. Вот один, допустим, был моряк. Ну я боссман, ну умираю, что-нибудь у меня морское. Как связать? Камин нужен ему был в гостевом доме, да, и море. Ну мы, представляешь, сделали якорь. Камин в виде якоря. Это давно, лет 20 назад, огромный якорь такой. И в теле якоря горит огонь. То есть вот камин и вот здесь отходят эти крылья у якоря, да, перекладина под потолком. И он весь дом свой стилизовал под кубик корабля. Кубик. И получается, у него как бы якорь внутри. Ну тематика. Понимаете, мы в виде отделки определяем. То есть если правильно, правильно повести себя, то можно заказчика подвести под что угодно. Ну не надо, конечно, это знать заказчику. Ну вот здесь, я как понимаю, психология или работа, ну как сейчас нынешним языком сказать, да, новым, это менеджер по продажам. То есть суметь продать свою работу. Ну может быть, да. То есть и понятно, там уже и дизайнерские. Красиво, современно продать. Понимаете, я же могу убедить, применить хорошие современные материалы, интересные. Понимаете, то, что я считаю сейчас есть на рынке. Это первое, психология. Второе, это проектирование. Понимаете, то есть мы когда получили задание, теперь надо же четко рассчитать. Там надо и сметы просчитать, и размеры, и габариты. Так же? Проект. Очень творческая работа, так же? Потом после проекта воплощения, там уже, если сам не справляешься, берешь помощников, какую-то бригаду, ребят, подсобников. Кто-то точит, кто-то режет, кто-то там, если большой объект. Поэтому это очень интересная работа. Очень. Такую работу нельзя не любить. Какие минусы есть в профессии? Ну, минус самый большой, то, что мы себя как бы подставляем под нарушение правил частенько СНИПов, норм, ГОСТов, пожарных норм. Понимаете, потому что противопожарные нормы СНИПы еще 76-го года действуют, когда разделка должна быть там 50 сантиметров в одну сторону, 50 сантиметров в другую сторону от дымохода. А современные материалы позволяют ужать вот эти противопожарные разделки. А мы должны делать огромные габариты. Если мы уменьшаем за счет новых современных материалов, то в случае каких-то там непредвиденных вещей, сгорел дом даже от электричества, приходят пожарники. У меня был такой случай, пришли пожарники, ага, у вас заужена противопожарная разделка, хотя сгорела там совсем по другим причинам. Понимаете, и мы виноваты во многих позициях, мы часто виноваты, потому что мы вынуждены нарушать ГОСТы, СНИПы, старые правила. Крайний вопрос, совет начинающим печенькам, какой можете дать? Ну, прислушиваться к старым, учиться еще раз и еще раз учиться и не рисковать. Прежде всего не рисковать, потому что это опасно, очень опасно рисковать, проходить деревянные потолки. Иногда вот молодые, они обжигаются и попадают на большие деньги. То есть аккуратность, еще раз, аккуратность и учиться, учиться и учиться. Не только так. Будем разбирать все очаги, всем достанется, переберем все в разных сочетаниях, в разных комбинациях. Итак, поехали. Мы разберем мангал, и я буду говорить на примере многих ребят. С очень многими пообщались и очень многие что-то советовали. Каждый что-то интересное привносил вот именно в этот мой доклад. Дмитрий Мыльников из Тюмени. Интересный комплекс, ручник, декоративная штукатурка, кованые элементы. Интересная подсветка у него решена. Меня интересует, мы сейчас говорим о мангале, вот его мангал. Почему я именно его мангал хотел рассказать? Он сам сделал подъемный механизм. Очень оригинальный штурвал вот здесь вот он сделал. Вертел у него находится. То есть, могу обратить внимание, у него вот флита чугунная под казан, она обрамлена металлической рамкой. Это, в общем-то, он часто делает, и еще многие ребята я вам рекомендую. О ней мы еще раз поговорим. Вот интересное решение, тоже у Дмитрия я увидел. Это генератор угля, так назовем его. Дополнительная решетка, которая отстоит от задней стенки сантиметров на 15-20. Там разжигаются дрова. Ну, чем это полезно и что это дает? Ну, во-первых, это дополнительный уголь при жарке шашлыков. Во-вторых, это побудитель тяги, когда идет затухание основного угля. Ну, и, в-третьих, воздействие сверху на шашлык, на мясо, то есть излучение. Дальше. Виктор Квасков из Череповца. Вот он, этот же генератор углей, делает наклоны. Если мы обратим вот здесь, внимание здесь мелко, здесь крупнее. Он рассказывал, я со всеми ребятами лично беседовал, и каждый мне что-то рассказывал хорошее, которое вот он нашел, которое он привнес, которое он придумал, я сейчас вам доношу. То есть он говорит, что готовить на вертеле удобнее, когда здесь находятся угли. То есть воздействие тепла идет сбоку. Внизу он ставит жироприемник, лоток или поддон. В этом случае все, что капает, оно не сгорает, не возникают канцерогены, и воздействие идет боковое. Это он так советует. Обратите внимание, у него в комплексе очень интересная классическая русская печь решена. Это заслонка русской печи. Вот этот зонт, назовем его как угодно, дымосборник, хайло, перетрубье или же чело, он опускается во время горения. Когда он не нужен, он поднимается, и у нас чистый, открытый, удобный шесток. Интересное решение. Мне, например, очень это решение понравилось. Ну, здесь вот у него тандыр встроенный, это, в общем-то, о нем будем потом еще говорить. Какой еще интересный момент. Вот печники часто сталкиваемся с проблемой, когда у нас высоко ручка для переключения дымохода. То есть поворотная заслонка в данном случае, у него здесь четыре поворотные заслонки. Он как нашел какой? То есть Т-образная, крестообразная ручка и цепочки. Видите, свисают цепочки. То есть потянул за один край, она переключается за другой обратно. Четыре заслонки, и все сделаны в одном стиле, с цепочками, с колончиками. Очень удобно. Очень-очень удобно. Иван Курус из Рязани, он настаивает на том, чтобы делали металлический дымосборник. Тенденция идет такая, и, в общем-то, я уже не раз встречал тех ребят, которые делают из металла дымосборник. Ну, ребра жесткости, соответственно, утепляют. Ну, объясняют они это тем, что, во-первых, подрезать легче, монтаж легче. И самое главное, что вот Иван, говорит, он столкнулся с тем, что подрезанные кирпичи, особенно когда их много, сводить приходится под большим углом, много падает потом песка из кирпича на продукты. Он, говорит, столкнулся, когда глина высыпается, и заказчик, в общем-то, проявляет недовольство. Вот это решение. Это решение, может быть, это будет популярное, может быть, это кому-то пригодится, я так думаю. Ну, еще этот Иван делает вот такие вот интересные фонарики. Они в размер кирпича, термостойкие фонари для подсветки. И больше того, он всем ребятам раздает, продает там или как-то. Я не рекламирую, просто вот интересное решение формат кирпича. Ну, вот, великолепная работа. Печная мастерская асов, так я их зову. Я специально не говорю, кто автор. Попробуйте догадаться с трех раз. Ребята талантливые. Вы знаете, я много провел времени в интернете, готовясь вот к этому докладу. Вот, и вот зайду, если к ним на YouTube, то я не могу выйти, потому что у них столько интересного, столько находок, столько открытий они делают. Вы понимаете, я несколько выделил для себя. Я вам сейчас вот расскажу, что бы я хотел. Ну, во-первых, у них система трехколосников. В русской печи, ну, они о своих потом еще рассказывают. Я говорю о том, что я увидел и что я вот хотел до вас, ребята, донести, друзья. Система трехколосников. На подиуме у них два колосника справа и слева, и один впереди. Очень удобно, очень талантливо. И я эту идею перенял и наверняка буду в следующий раз делать. У них есть система вторичного дожига интересная. У них есть интересная организация отвода дымовых газов. Но что особенно я хочу вот всем донести, то, что мы, печники, часто сталкиваемся вот с такой проблемой. Слева очаг и справа очаг. Здесь надо нам сделать вертел. Понимаете? Мы иногда отказываемся от этого вертела вот из-за того, что нам надо свести в один дымоход несколько очагов. Мы должны жертвовать вертелом. Так они нашли оригинальное решение, очень оригинальное. За что, я не знаю, я сейчас буду расхваливать, они будут здесь возгордятся. Значит, они нашли вариант передачи вращения с вертикали на горизонт. Ну, я потом посмотрел, это червячная или же коническая передача. То есть они спрятали мотор-редуктор в комплексе, вверху расположили его, идет вал в кирпичной кладке, и выходит уже вращение под 90 градусов. Очень удобно, очень талантливо. Эту идею я уже у них забрал, только я буду размещать мотор-редуктор вот здесь вот удобно. В этой ноге сделал нишу, более короткое расстояние сюда, и сделал в горизонт. У меня же была ситуация много лет назад, когда вот так же я встал в такую же ситуацию, и сделал его поперек. То есть просто углубил немножечко нишу сюда, благо это уличный комплекс, с обратной стороны поставил ящичек, и там расположил мотор-редуктор. Вот эта планка съемная на маленьких крючочках, здесь на планке фиксируется носик. То есть ставится, без проблем работает, убирается планочка, убирается шамфур вот этот вертел. В ситуации, когда с одной стороны очаг, с другой стороны варочная плита, мы делаем его просто мотор-редуктор съемный. Он снимается и ставится буквально на одном барашке, на одном зажиме. Идем дальше. Александр Машков из Краснодара. Вот интересную практикованную идею, я вам тоже хочу бы ее передать. Кронштейн выносной, выдвижной, до 10 литров казан он ставит сюда, можно поставить решетку, можно котелок повесить, можно гриль любой использовать. Дополнительная опция, дополнительный механизм, который, в общем-то, ну как бы вот добавит дополнительной привлекательности нашему комплексу. Идем дальше. Вы уже, наверное, видите по надписи Олег Баранов из Рыбинска. Талантливый мастер, великолепный человек, много у него интересных работ. Меня привлекла не только дизайном вот эта вот работа, а маленькая, маленькая хитрость или маленькое приспособление, которое он применил. Ну просто вот, действительно, я вам с вами хочу поделиться. В русской птице, в шестке, находится мангал. Многие используют мангал в шестке, и я в том числе иногда тоже так делаю. Это, как правило, углубление, корыто, лодка, кто как называет, яма. Ну неудобно тем, что мы при обслуживании русской печи спотыкаемся, препятствие нам достает вот это. Он просто взял, положил металлический лист. Элементарно. Элементарно просто. Положил металлический лист, две ручки, и мы теперь можем спокойно вынуть продукт, посмотреть его готовность и обратно поставить. Когда не нужно, убираем и работаем с мангалом. Еще у него что интересное, вот он мне сам делится, сам рассказывал, он сделал приточку в мангал со всех четырех сторон. То есть он, как говорит, заморочился, распределил равномерно воздух и пустил его в чашу мангала со всех сторон. Равномерно разжигаются угли, равномерно сгорают, равномерно газ тут. То есть интересная идея, я вам доношу ее. Ну, когда мы говорим о мангале, нам нельзя не сказать о сочетаниях, о комбинациях. Из Брянска есть два взрослых, довольно-таки, печника, Юлий Бунтовых. Он сделал восемь таких комплексов, как он называет, двойки спаренные. Александр Старожилов, шесть комплексов. С их слов, это очень удобно, ну, может быть, им надо верить, и, скорее всего, надо, люди опытные. То есть здесь мы быстро добиваемся нагрева помещения, вентиляция помещения. Мангалом, как правило, мы пользуемся небольшой период времени, ну, а камин больше работает для нагрева помещения, больше они их используют в Прибалтике, говорят, популярный, ну, и где-то в Уфе. Где-то у нас в Уфе есть, ребята. Пару слов, давайте скажем про приточную вентиляцию. Владимир Бардин из Красноярска поделился вот такой идеей, а я делюсь с вами. Мы сейчас не говорим о том, что хорошо это или плохо, просто такая идея и есть, она, возможно, будет популярна, а мы сейчас говорим о том, что, может быть, когда-то кому-то что-то пригодится. То есть приточная вентиляция из вне, вот эта наружная стена, он за стеной, за стеной мангала и между этой стеной разместил нержавеющий ящик, шкаф, емкость, так скажем, с улицы приходит холодный воздух, конденсирует в этом шкафу и попадает сюда вот в поддувальную камеру. Из этого металлического ящика есть конденсатоотвод трубка в канализацию. Вот здесь у него проходит канализация. Эта идея, я не знаю, хорошо или плохо, но во всяком случае, часть влаги и часть воздуха нагреваются, прежде чем попасть сюда, соответственно, меньше отпотевает колосниковая камера, поддувальная камера. Это наша работа, мы решали следующим образом. Вот эта наружная стена, за стеной мы взяли приточку, вот здесь вот находится мойка и три очага, хлебная, мангал и казан. Вот я набросал схему, мы берем снаружи, здесь идет решеточка, этот участок утеплен, здесь заслонка поворотная, вот она мойка, здесь труба наклонена, слегка наклонена в сторону канализации. С этой стороны труба имеет наклон также в сторону канализации. Вот этот воздуховод находится в отступке между стеной и кирпичной стеной, то есть оно в теплом пространстве находится. Вода стекает сюда и сюда. При открытии заслонки тот очаг, мы испытывали вот, тот очаг, который в данный момент работает, который горит, он больше забирает от себя воздуха. Пытались даже три одновременно. Ну, в принципе, вот эта маленькая идея, маленькая хитрость, но, возможно, вам пригодится. Идем дальше. Казан Тандыр. Тема интересная, тема большая. Ну, начнем сверху, с плиты. Мы уже говорили о том, что вот Дмитрий Мыльников, Иван Курусь делают вот такие накладки, которые закрывают стык чугунной плиты и гранитной там или мраморной столешницы. Но мы пошли еще немножко дальше, не знаю, правильно или неправильно, но уже два раза сделали таких. Мы сделали рамку Z-образную, и в нее вставляется чугунная плита, а внешний контур рамки опирается на внешнюю облицовку. Для чего мы это сделали? Чтобы передать опуску от плиты на внешний контур. Это работает. Дело в том, что шамотное ядро, оно двигается и воздействует на плиту. Мы же вот в этом случае абсолютно неподвижную делаем плиту. 6 миллиметров у нас шнурочек по периметру. Эта идея, не знаю, подойдет вам, не подойдет, но где-то я ее видел и теперь применяю с удовольствием. Шамотная футировка не воздействует на чугунную плиту. Это первая и главная задача, которую мы хотели добиться. Алексей Нестеров из Вологии предлагает свою систему чистое стекло. Он сделал канал из поддувальной камеры. Это в облицовочном ряду. Прорезал штрабу здесь, здесь отверстие. Когда мы ставим тоннель нержавеющий, рядом с тоннелем проходит воздух вверху. Справа и слева вверху делает прорезь и опускает воздух холодный вниз. Получается, что поток свежего воздуха отсекает как бы стекло, и стекло не коптится. Он сделал тест через полгода, приехал, стекло чистое. Но это опять же со слов Алексея, я ему верю. Ну, говоря про казан, мы уже плавно переходим к сочетанию казан-тандыр. Круглая топка казана, как правило, диктует уже камеру для тандыра. Для тандыра нужна всего-навсего решеточка, приспособления какие-то и герметичная хорошая крышка. Мы сейчас не говорим о том, хорошо это или плохо, с симбиозом сочетания. Мы просто говорим о том, что такое есть, такое делают. И может быть, кто-то может тоже делать и объединять. Я вынужден об этом сказать. Иван Карпов из Пензы. Он установил в мангал чугунную плиту. Ну, как он объясняет, у него были стесненные условия. Действительно, он ограничен в пространстве. Сделал 4 отвода вниз. Ну, все по классике, все хорошо. Ну, единственное, что сюда он вынужден ставить или же лоток, или же какое-то приспособление, чтобы делать. Ну, в результате получило 2 в 1. То есть, мангал и казан, плита под казан. Ну, это, во всяком случае, не знаю, хорошо или плохо, но это есть. Ну, немножко поговорим о этих керамических игрушках. Многим из нас они доставляют много проблем. Дело в том, что мы вынуждены адаптировать вот это изделие в свой пищной комплекс. И не всегда это хорошо получается. Надо сделать дымоудаление, надо удобный доступ организовать. Есть несколько способов, вот как мы решаем вот это мы и наши друзья. Ну, вот 8 лет назад я в своем комплексе использовал вот такой вот телескопический зонд вытяжка. Металлический зонд фиксируется здесь вот на защелке. Защелка убирается, он ложится на горловину тандыра. А там дальше утеплено, подолочная проходка, как положено. То есть, зонд ложится и поднимается. Вроде бы удобно, но единственное у него минус – тяжелый зонд. По весу и не всегда его так вот легко, особенно горячий. Идем дальше, посмотрим. Мы сделали полегче зонд. Мы их несколько сделали, таких, а там 4 комплекса. Сделали полегче. Здесь он уже около 10 килограмм. Вот он в опущенном состоянии, труба в трубу, в сэндвич входит. Вот он приподнят, там зафиксирован. То есть, удобно, можно работать. И особенно удобно, когда мы уличный комплекс имеем. То есть, какие-то там выбросы дыма несущественные, они просто незаметны. Вот, чтобы облегчить еще больше, я, значит, попытался сделать сам вот такой противовес через тросики, система облачков. Тросик опускается и фиксируется за зонд. Отрегулированы они в одном весе, зонд тяжелее всего на 100 грамм. То есть, убираем мы из защелки, и он плавно опускается на тандыр, на горловину тандыра. Поднимаем, защелка срабатывает. Легко, женщина вот эту разницу в 100 грамм легко может поднять и опустить. Виктор Квасков из Череповца, он решает эту проблему следующим образом. Вот здесь у него мощные пружины. Ну, то есть, тоже так же рассчитаны так, что зонд ложится на горловину. И потом легко его поднять за счет помощи вот этих пружин. Вот еще решение интересное, опять же, Виктора Кваскова. Он вот сюда вот в арочку ставит заслонку. Я не уточнил, не успел, мы много говорили, как он ее фиксирует. Ну, как вариант, может быть, на магнитиках, может быть, на каких-то защелочках. Но это дополнительная как бы защита вот этой вот камеры от выброса дыма. Мы тоже так же столкнулись с проблемой. И также вот многие печники поступают, ставят в нишу. Но когда глубоко неудобно обслуживать, когда близко, есть опасность выброса дыма. Мы заказчику порекомендовали вот такую вот платформу. Мы испробовали примерно самодельную. Но он заказал вот такую станину, не знаю где, на восьми роликах, движение вперед-назад, выровняли пол. И в результате мы получаем выкатной тандыр. То есть его достаточно выкатить на 30 сантиметров для того, чтобы загрузить продукт и опять его закатить туда на полную глубину. Ну вот это такие решения у нас существуют. Теперь о тандырах. Конечно, у нас о тандырах будет отдельная лекция. А я сейчас говорю о том, что я нашел интересного. Дмитрий Раванов из Новосибирска. Очень серьезные комплексы. Очень много у него классных работ. Парень перспективный такой. Молодец. Вот решение, которое мне понравилось. Вот этот зонт закреплен стационарно, квадратный. Внутри него находится еще круглый зонт. При работе с тандыром этот круглый ложится, поднимается. Я у него уточнял все вот эти детали, потому что телескопические зонты мне интересны. И вот я теперь и до вас доношу. У него, вот если мы видим, вот здесь вот рейлинг, здесь специальное направляющее. Там замонтированы ролики. Противовес сделан так, что зонт фиксируется на любой высоте. То есть его можно поднять до половины, его можно поднять дальше, его можно поднять выше. Есть еще у него хайло в сторону и уходит дымоход в теле камином. Работа очень серьезная проделанная. Там сложнейший механизм. Система тросиков и полиспастов и все. На чердаке у него там рычаги и все такое. Ну не знаю, стоит ли того, не стоит. Потому что вроде бы вес большой. Но во всяком случае это работает. Это имеет место быть. И я вот до вас доношу такие идеи. Идем дальше. Ну, мы поступаем проще. Мы делаем две крышки для тандыра. Когда у нас встроенный тандыр, когда хайло. Одна крышка ложится вот здесь и во время разогрева она просто блокирует выход дыма и всего. Когда же загружен тандыр, то мы ставим вторую крышку внизу. Эта крышка именно блокирует чашу тандыра или же горнила тандыра. То есть, две крышки рекомендую. Может быть, кому-то это и понадобится. Андрей Разоренов из Нижнего Новгора. Он делает интересные симбиозы два в одном. Это вот тандыр мы видим и мангал одновременно. Мы видим горловину тандыра и мангал. Как я с ним у него расспрашивал, он говорит, пожалуйста, можно одновременно пользоваться. То есть, загрузили в тандыр, разогрели тандыр, загрузили в него. Сюда укладывается блин металлический и можно пользоваться мангалом. То есть, практика два в одном, она существует и может быть кому-то пригодится на будущее. Вот опять же пример его же тандыра и мангала. Только сейчас работает в режиме мангала, горят дрова. В общем-то, тандыр не нужен, не задействован. Вот Александр Залуцкий, ваш земляк, пошел еще дальше. Он сюда положил чугунную плиту. Теперь уже у нас получилось три в одном. То есть, тандыр, великолепный тандыр, есть его поэтапное фотостроительство, мощный тандыр. Здесь можно поставить казан и здесь же у нас мы получаем мангал. Среди печников популярна тенденция отказа от шамотной футировки. Почему? Это другой вопрос. Но, наверное, под давлением заказчиков, считаю, что шамот вреден, применяем. Мы уже два года применяем глиняный кирпич. Чисто глиняный кирпич для футировки тех очагов, где происходит непосредственное приготовление пищи. Это горнила русской печи, это тандыр, это мангал и помпейка. Где мы берем кирпич? Это кирпич ручной формовки, это старый кирпич. И мы нашли заводик у нас в области, который работает с 1929 года. Он сохранил технологию, старинную сушка у него. Кирпич низких марок, 125-150, но обжигается при температуре 1200 градусов. Вполне приемлем для футировки именно очагов, где происходит приготовление пищи. Об этом надо говорить, и это, возможно, будет в перспективе распространяться. Идем дальше. Говоря о комплексах, нельзя не сказать о помпейской печи. Пару слов буквально, это из собственного опыта. Значит, два типа есть печей помпейских. Это тосканский тип, у которого высота равна радиусу, и неаполитанский. Мы делаем, наша работа, мы сделали 900 миллиметров диаметр пода. Значит, соответственно, половина радиуса, это будет высота. Высота купола. Почему мы так делаем? Кстати, Александр Тарасов точно так же делает у него. В каждом комплексе почти присутствует помпейская печь. Потому что удобнее нам работать циркульным шабломом. Мы ставим шаблон и делаем точную, правильную полусферу. Выкладываем правильную полусферу, она легче держится, легче монтировается. То есть, ну, наверное, мы идем по пути, что нам попроще. Ну, вот здесь вот приниженные, приплюснутые, расширенные, с меньшим панораметром высоты. Это неаполитанский тип. Это работа, кстати, студии печного дизайна. Надо сказать им огромную благодарность за то, что они много делают для популяризации печного ремесла. Молодцы ребята. И Виктор Сычков с ними. Ему отдельный привет. Кстати, я разговаривал перед отъездом сюда. Он жалеет, что не смог приехать. Передает вам всем привет. И обещаю в следующий раз обязательно приехать. Это организатором я говорю. Ну, идем дальше. Про коптильную зону надо немножечко сказать пару слов. Потому что это атрибут комплексов. Ну, мы используем обычный типовой металлический шкаф. Как правило, это из нержавейки внутренний корпус. Там рейлинги, крючки, решетки, поддон для сбора жира, поддон для щипы. Ну, это уже классика. Но две работы или два варианта мне понравились у наших коллег. Алексей Иванов из Санкт-Петербурга. Он использует только дверочку. Он глухо не перекрывает топку. Он делает шамотную решетку. Массивную, мощную шамотную решетку. Дымовые газы сквозь решетку проходят. Я говорю, с какой целью так делаешь? Он говорит, что, во-первых, он универсальности добивается своеобразной. То есть, если надо горячее копчение, поддон со щипой можно поставить на колосниковую решетку. Мы имеем в виду колосниковую шамотную решетку. Добиваемся горячего копчения. Если, он говорит, в холодный корпус коптилки, он ставит поддон со щипой на чистый колосник, разогревает его через поддувальную дверцу. Дымовые газы, проходя через антикатализатор, уже так назовем его, и в холодное пространство попадают, в результате получается относительно холодное копчение. Ну, насколько это правда, но он говорит, пользуются и добиваются холодного копчения. Другой вариант интересный. Александр Базуев из Шадринска предложил. Гарнила русская, классическая русская печь. В гарниле русской печи происходит копчение. Рядом у него находится варочная плита или плита под казан, неважно какое. Генерирует он дым вот в самой этой топке. Дым несколько оборотов делает под поддон русской печи, охлаждаются и относительно холодный попадает сюда в гарнила русской печи. Здесь уже происходит процесс копчения. Интересно, конечно интересно, не понадобятся никакие шкафчики, никакие. Мы можем копчить в русской печи элементарно, пропустив несколько оборотов, охладив газы. Ну, я не знаю, мы сейчас не обсуждаем правильно это, неправильно, хорошо. Может быть, кому-то идея приглянется, может быть, кто-то ей воспользуется. Идем дальше. Ну, вот еще об этом нельзя не сказать. Это камин-мангал. Ну, такая вот странная штука. Михаил Пирак из набережек Челны показал, когда я у ребят спросил, у кого есть такие варианты. То есть, заниженный мангал или завышенный камин. Ну, редко бывает, но в печных комплексах они попадаются. Нам тоже так же предстояло однажды сделать. Вот он довольно-таки высокий для камина и низкий для мангала. Но мы сюда добавили еще генератор угрей, потом превратился в мини-русскую. Добавили туда моечку и получился маленький садовый комплекс. Посмотрим на него. Вот мы видим здесь мини-русская уже. Ну, хотели генератор угрей, получилась мини-русская. Сюда вот мы, как правило, во многих каминах и мангалах мы закладываем штангу. Это, как правило, трубка от 26 до 32 диаметра из нержавейки. На эту трубку потом можно повесить цепочки. На них рамки для шампуров, казанок, котелок. То есть, дополнительная опция, которую я вам рекомендую. Элементарно, просто в свое время заложили вот здесь вот. И потом на него можно вешать разную оснастку и получить дополнительные бонусы. Это как вариант. Боковое размещение мини-русской Александр Машков из Краснодара предложил. Он объясняет это тем, я со всеми ими беседую. И приятно было, конечно, общаться вот в плане подготовки. Он говорит, когда ограничен по глубине был, а по ширине у него, пожалуйста, позволяло, он взял, сделал просто вбок. Ну, чем он еще усложнил и сделал более привлекательным этот очаг? Тем, что он использовал заслонку в виде гильотины. У него здесь направляющие, чугунная, кстати, заслонка. У него здесь направляющие. Там проходит тросик. Там наматывается на ручку, лебедочка своеобразная. То есть, поднимается, опускается и пользуется заказчик с удовольствием вот этой вот мини-русской печи. Как идею я вам тоже доношу. Ну и вот последнее, о чем я бы хотел сказать, это атрибут, наверное, многих садовых комплексов. Это тоже очаг Костровища. Вот в том комплексе, где мы сделали из ригеля, там у нас и беседка из ригеля, и труба из ригеля. И мы недалеко в ландшафт вписали вот такой вот очаг, так скажем. Как я потом узнал, здесь лавки разместили. И здесь очень много времени проводят мужчины. Они им оставили, заложили такую трубку. И они сделали вот такое приспособление. То есть, поворачиваются решеточки вправо-влево, меняется их высота. Вот здесь вот лебедкой на тросике опускается котелок, казанок. То есть, очень интересный гриль, так скажем, вот получать из этого маленького очага. Ну, это вот последнее, о чем я хотел сказать. Спасибо вам большое за внимание. Всего хорошего.